Народ, всем здорова! Давненько я хотел себе прикупить дрон, и о чудо свершилось! Конечно же, хотелось сразу купить хороший дрон, и вот такой дрон насует немного приличную сумму денег, я вам скажу. Я копил-копил, и тут мне приходит донат от доброго дядьки в Германии, ссылка на его канал будет в описании. В общем, он мне помог купить вот этот вот дрон. Сейчас мы его с вами по-быстренькому распакуем, посмотрим, как он выглядит, что там такого интересного внутри. Это DJ Mini Zwei, или два? DJI. DJI. А это Кастан, кстати. А, да, простите. Он тоже добрый, да? Но он, блин, ничего не задонатил мне почему-то. Не настолько. Взял я ножичек. Походный. Давненько я мечтал о такой штуке, но все никак. О, что мы тут видим? А тут мы видим сразу сумку. Этот дрон весит 249 грамм всего лишь. Как говорит законодатель, так будет правильно, да? Типа от 250 грамм надо его регистрировать. Это, кстати, мой первый дрон. Так, ну и гляньте, что мы видим. Давайте по очереди буду таскивать. Во-первых, достанем сначала дрон. Смотрите, какой он малюсенький. Буквально помещается в руке. Тебе раз уронил. Кастан, ты что молчишь? Ты по-русски же. Давай, открывай, посмотрим. Я его просто достану, сейчас вам покажу. А летать мы будем завтра, потому что у нас там небольшая встреча блогеров. Возможно, вы уже по названию видео узнаете, если я поставлю. И добрый дядька тоже приедет. И научит меня на нем, как правильно пользоваться. Тут камера в 4К тоже снимает. Так, ладно. Дальше у нас пульт. Почему я его сегодня распаковываю? Я хотел его завтра. Но добрый дядька мне говорит, ты, говорит, его лучше заранее распакуй и подзаряди батарейки. Такой вот пультец. Довольно-таки приятный. Ну как, а сетян, смотри. Вытаскивай. Резиночки. Да, здесь по телефону должно быть как-то. Да, да, да. Как-то. А, вот так вот влазит. Ставите телефон. Здесь тоже резинки все дела. А здесь что-то надо вкрутить, да? Через Wi-Fi подсоединяется? Я не знаю, честно. Нет, а тут ты тоже не знаешь. Вообще не знаю. Тут же видишь, я его распаковываю только. Так, сумочка, все? Может, почитал, может быть. В принципе. Кобелек. Это для чего? Еще кабелек. Красно разбираться. Так, кстати, они переходнички. И еще. А вот это. Зарядочка. Вот она зарядочка. Вот дело. Смотрим. А где одна батарейка? Тут всего лишь две. Где еще одна батарейка? Она, скорее всего, уже внутри. Потому что без батарейки он, это, через чур, бы легкий был. А, это, типа, запасная обойма? Это запасная обойма. Сразу ее подключаешь вот здесь, вот здесь сбоку. Видите? Разъемы. И потом заряжаешь. Три батареи. А, от нее? А, это вход-выход. А, и можно от нее заряжать. А, это как Powerbank идет. Что бы ты знал. А, да, кстати. Это ты правильно сказал. Сейчас бы эту тему я упустил. Можно будет использовать как Powerbank. Powerbank или Powerbank. Как эта штучка снимается? Вот сбоку. Она, оп. Плавное не сломать, да? Оп. Да, блин, если ты его боишься в руках тогда сломать, тогда его не стоит запускать. Потому что, если он упадет, то ему конец будет просто, напросто. Надо плавно сажать его. Так. Вообще-то, надо книжечку открывать и читать сначала. Да, мы же по-русски. Зачем книжка? У него двигатели вот здесь, смотрите, они открытые. В дождь с ним летать не нужно. Или нежелательно. Здесь сразу видно обмотку. Поближе. Не знаю, что вы там увидите. Снимаю вслепую, как всегда. Ага, Костян. И батарейка. Вот она, по ходу дела. Что-то улетела. Да, вот она, батарейка. Значит, мы ее сразу вытаскиваем. И подзаряжаем. И подзаряжаем. Все верно. Мне кажется, не так нажми. Не нажал. А, там. Опа. Сейчас запускать я его не буду, дабы я ничего не напортачить. Слушай, а как он? А, вот так. А вам слабо? Вижу, уже что-то сломал. В другую сторону открывал. Да. Вот такая вот штучка. Тут вот камера. И полетел. Так что, завтра поснимаем. Я обязательно вам покажу вид с него. Если у меня что-то вообще получится. Да. И цена. Цена этого дрона на данный момент, она около 600 евро. Такой квадрокоптер. Можете посмотреть. Заказали его с Амазона. Здесь стоит ультраляйт. 249 грамм. DJ Mini 2. А где это? Зашел в интернет. Что где? Там, наверное, внутри должны быть еще прикрутилки. Там нету ничего? Вот здесь, наверное, да? Там, наверное, что-то еще. Или вот тут, наверное. В кармане? Нету. Нету? Сейчас найдем. А, вот карман еще один у нас. Есть что? Ах, они прятали еще кучу всего. А, тут запасные винты. Смотрите. Может, еще карманы есть? И потом идет антенка. Или что это такое? Нет, отвертка. Это чтобы винты менять. Отверточка. И вот они, штучки эти, которые надо вкрутить. Вот так. Вот, ее так пошел. Так. Смотри, здесь. А вот. Это запасные были, Костян. Вот они, оригинал. Вот, блин, мы балбесы. Смотрите. Вот они, они. Вот когда не знаешь. Ну, первый раз с вами вместе открываю. Вот. И, значит, мы вкрутились за паску. Значит, запаску надо снять. Да, чтобы не потерялись. Ну, так и сделаем. В общем. Ну, зато нашли. В общем, в Амазоне такое можно взять. Чуть-чуть дешевле, там, по-моему, без сумки, без всего. А так вот, 600 евро, ребята, пожалуйста. Вот такая вот штучка. Обидно будет, если он улетит. Но добрый дядька мне посоветовал. Говорит, сделай на него сразу же. Что? Страховочку. Зарегистрируй его. Хафлик, Фридзихерунг и так далее. Ну, так и сделаем. Все со временем. Завтра сначала полетаем так. Если не улетит он далеко, во своей оси, то все. Все, отключаемся. Убираем вот это все. И до завтра. У Юрика сбылась одна мечта. Теперь твоя вторая мечта по технике. Это электроскутер. Самокат. Самокат. Так что ссылочка в описании на донат. Костян задонатит первым. Как я и сказал, дроны у меня первые. В них я сильно не разбираюсь. В принципе, что здесь разбираться? Научиться летать, да и все. И бонзай. А, ну и может кто-то скажет, а нож совсем не показал. Ну, как не показал? Вот такой ножчик. Видите? Красавец. Народ, всем здорова. Утро следующего дня. Приехали мы на замок Нордкирхен. У нас здесь должна была быть такая небольшая встреча блогеров. Она состоялась, но один блогер почему-то не подъехал. Наверное, попал в пробку. В общем, замок Нордкирхен. Вот, добрый дядька. Добрый дядька в Германии. Всем привет. В общем, приехал лично, чтобы показать мне, научить, как летать на коптере. У него такой же коптер. Вот у нас сейчас два. Будем по очереди запускать. Все нужные программки мы скачали. В общем, смотрите, что дальше. Здесь Костян, дневник беженца тоже. И, в общем, мы идем и зашли с другой стороны, да, на этот Нордкирхен. И здесь таких увидели китайцев. Вот сколько раз сюда приезжал, снимал здесь видео и сам удивился, что здесь вот такие скульптуры. Век живи, как говорится, век учись или находи новые места. Да, Костян? Да. Это точно. Ну, я реально еще не видел, чтобы вот здесь вот такие вот скульптурки были. Смотрите. Именно такой восточный мотив. Надо было палатку взять, здесь поставить по центру. Палатку? Ну, и место для костра уже есть. Шашлык пожарить, видишь, уже штендер стоит. Да. Ну, пойдемте к замку туда. На канале ранее у меня были еще видосы уже. Здесь кто-то ручки я отломал, тетя. Ну, вообще, чтобы такое здесь было, я поражаюсь. Вон там мы бегали, сто раз снимали. А здесь... Ну, вот, ребята, мы вышли с этой стороны. По этой дорожке я уже сто раз гулял, а то и больше. А вот эти вот скульптуры находятся здесь. Если вот от замка, вот в эту сторону. Можно сказать, слева. Здесь водятся крупные карпы. Здесь можно даже рыбачить. Сейчас запустим. Кстати, забегайте на канал к Доброму Дядьке. Обязательно подписывайтесь. И пишите привет от бородатой Германии. Небольшая таблетка для памяти. Как выглядит Нордкирхен. Всегда здесь очень много людей прогуливается. С детишками хорошо здесь все время провести. Парки, водичка. Такая атмосфера. Без машин, на велосипедах люди катаются. Вот такая вот, ребята, тут красота. Водичка мутненькая. Меня хотят скинуть здесь. Смотрите, а здесь слива плавает или что это? Или желуди? Не, 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 желуди. Что это такое? Не поймешь. И по дереву не видно. Видите, какого-то дерева просто прибило потом. Волной сюда. Так, ребята, сегодня нам утка по-пекински обеспечена. Лохолки, смотрите, какие у этих. Гламурные прям. Я думаю, наверное, и вкусные. Вот здесь вот, ребята, есть вход. Можно также запарковаться там на территории. И мы, наверное, вот здесь встанем сейчас. Ну, вон там, в теньке, чтобы лучше было видно. И будем пытаться запустить наши коптеры. Вот так вот называется. А то в комментариях будете писать. Шлёс Нордкирхен. Как, как. А вот так прям. Так, сейчас сначала Костин запустим. У него абсолютно такой же. Кстати, табличка регистрации, это все говорят. Есть у меня она или нет? Есть, конечно. Сейчас сначала запустим его. Я посмотрю, как оно всё выглядит. А потом уже будем подключать мой. Взлёт разрешаешь? Разрешаю, давай. Я на автостарте взлетаю. Так, я уже в кадре на коптере. Летать здесь можно. Тоже карта есть у нас специальная. Где можно, где нельзя. Мы ещё не зарегистрированы. А у Константина уже зарегистрировался. Нормально всё у него. У него всё схвачено. Видно? Да. О, отлично как, смотри. А где он делся? А ты сейчас его не увидишь. Всё, он улетел. Короче, на него смотреть не надо. Смотреть на экран только, да, телефон? Камера где управлять? Буль, какая картинка, смотри, красивая. А ребят дом, да, что-то? А это не страшно. Это здесь ребят. Там не будет. А ты типа графиш. Там не будет. Отлично, слушай. Мне нравится уже. Реально. Немного придётся, конечно, заморочиться. Но, тем не менее, кадры будут хорошие. Научимся. Это вон 60 метров, да, пока? Ага, вот 70. И очень аккуратно надо вот этими жойстиками, да, чтобы его не дёргать. Так, левое, это что у нас? Вперёд, назад, вбок. Левое, это вот картинка поворачивая. На, это камера. Это вверх, вниз. Камера, вот, нижняя кнопочка снизу. Ты можешь её вниз опустить. Вот камера пошла вниз. Ты слушай, картинка сверху отличная просто. Это что, вторая D? Красотища. Это от нас расстояние? Да, да, да. Супер. Немного сначала поднялся ветерок здесь. Хотел сказать дождик. И думали уже не взлетать, а то улетит и не вернётся. Но у меня сейчас ветер перестал. Кстати, мы ещё выбирали день специальный, чтобы погода была нормальная, чтобы дождя не было. Что хорошо, эта сумка прорезиненная мне понравилась. Так, ну что, теперь твой убираем, достаем мой. Сумка хорошая, да. Первым делом дрончик. Карточка вот такая, смотри, у меня. Ну, тоже 4К, туда-сюда, там. Что хочется сказать, что нам с Костяном, вот, с Костяным дневником беженца. Одни Костяны вокруг, блин. Говори Кастильо. Кастильо, вот давай Кастильо и Костян. Базилио, да, да. Очень понравилось, прикольно, скажу, что картинка красивая. И прям жажду запустить свой, посмотреть, как оно будет всё выглядеть. Сейчас всё настроим. Смотрите, какой маленький. Какая штучка. Всё настроим. Вообще. А качество вообще прям... Качество фигурное. Вот это отдираем, потому что это надо снять, да, тоже будет? Да, да. Всё тебе надо отодрать. Вот так вот. Ну, всё, Юрик полетел. Это ты ещё просто вверх, да? Да, пока вверх. Ну-ка, покрути его. Так, так, так. Это он. Далеке я не видел, да, уже наверно. Ты сейчас не смотри на него, ты его всё равно не видишь. Юра, как впечатление? Отлично. Ну, сначала разобраться, чем где, как. Честно скажу, пока ещё... Пульт пока ещё не знаю. Разберёшься. Видишь, камера не спускает. А, вот всё вот так вот, да? Вот, на 15 градусов, видишь, минус 15. Всё, и так полетели. Вон, в воду сейчас ныряй. Там карта. На 2, давай, я пролету потом на 2. Под мостом. Ну... Он не врежется там у меня выйти? Ты выше подними его, у тебя всего 37 метров высота. Вот так вот. Насколько-то? Всё выше поднимаем. Ну, метров 80, да, там нормально вот так вот. Слушай, она сейчас хоть пишет или не пишет? Нет, не пишет. Нет, не пишет. А, вот видишь, мы тут приколуемся. Вот, пошла запись. Век живи, век учись. Так. Я про тебя и говорил, что не забывай. Ну всё, ребята, сейчас пока мы с отключаемся. Так что смотрите уже видео с дрона. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Юрик, дерево осторожно. плавненько все потихонечко так юрий профессионал уже то смотрите радуемся как дети я прикольная тема очень интересно красиво такие виды вообще посмотрю чего покажешь наш компьютер потом ну что ребята сверху вы посмотрели замок теперь идем покажем вам изнутри налетались мы сегодня блогеры вы прикольные конечно приятные такие впечатления интересно благодать осень травка зеленая смотри солнышко вылезло да хорошо так и люди по выбегали на улицу мы когда приехали мы жили в загс они возле дрездена фрайберг город красивый старин там замок был за одну марку продавали купили условия ты освобождаешься 10 лет от налога и его реставрировать а там отреставрировать какие деньги надо было сделали я вот был правда давненько уже сделали воду так что замки продают 5 миллионов 4 миллиона более-менее хорошее состояние ну и вложить там потом ну да миллионов так 50 надо не но более-менее хорошее состояние с мебелью с мебелью до 5 миллионов можно купить замок германии но ты просто так его не можешь купить его купишь ты у тебя должны быть экскурсии там у тебя все 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 должно быть понимать ну и плюс содержание конечно большое то есть это как бы и твой будет замок да как бы твой частный но с условием что к тебе и люди должны приходить в гости да ну как здесь да вот она подобно как букин бурге там вот они живут замки да у них половина замка где они живут туда экскурсии не ходят а остальное там где экскурсии ходят и все банкеты они там проводят там много вот приедешь я тебя свожу туда съездим ну что друзья время обеда приехали мы сейчас к нам в город хам пойдем китайский ресторан блин пчела смотрите-ка оборзевшая на меня хочет за палец укусить смотрите в камеру лезет куда кадры в топаз покушаем азия ресторан так чем нас тут китайцы угостят из свежего это можно брать со мной жарить здесь у нас курочка здесь говядина и оленина креветки это у нас индюшок здесь вот крокодила мясо вот это вот в виде крокодил фляж и ламп или баранина здесь тоже баранина разная здесь лягушки ляшки лягушек и ростбиф говядина здесь у нас кенгуру и канинхен филе вот это кенгуру вот это канинхен кролик вот здесь креветки пошли разные мидии вот здесь вот акула вот видите хай фиш мне вкусно я пробовал кальмары и разные морепродукты здесь вот филе судака вкусно я пробовал и хальбут филе в общем рыба разная и вот тунец есть смотрите тоже вот лакс лосось выбор конечно же большой на нашему супа есть также вот здесь тоже для гриля можно брать вот такой супец здесь также креветки разные мауташе помысл соусы с той стороны куча здесь мяско креветочки сейчас я вас затравлю вкусными блюдами вот здесь рыба вот эту на пару вкусная это тоже зей лакс лосось вот здесь лосось в духовке делается четко с той стороны смотрите сколько мясо 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 здесь у нас разные сладости там фрукты здесь салатики там суши смотрите куча 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 разные закуски яйцо морская капуста тоже креветки снова в общем выбор большой в этом ресторане тапас здесь тоже морепродукты ну и вот тут разные вкусняхи шампиньоны мясо очень много разных блюд вот это вкусные креветки эти обалдею от них сейчас объедимся здесь тут макарошки рис чипсы ну что мужики приятного аппетита спасибо вам также сейчас мы супчиком разогреемся потом бонзай будем делать как пахнет ребят буквально сегодня только проговорили что не хватает всего лишь 4 подписчика до 4000 пока сидим кушаем и тут бабамс у константина уже 4000 4000 с чем мы его и поздравляем давай пошел бы у тебя был миллион и не один спасибо спасибо всем подписчикам наелись от души еле стоим смотрите держимся за этого слона мне уже не терпится ехать домой чтобы посмотреть там этот материал что мы на замки наснимали сейчас стою здесь с двумя костянами можно загадывать желание как говорится так ну ладно дрон есть теперь загадываем что был самолет все все спасибо за внимание всем пока когда айора в италии был я же ему предлагал там возле самолетов ходил бы давай донаты скинемся купишь самолет и прилетишь с италии на самолете он отказался теперь донаты на дрон пошли так что все теперь будешь на дроне летать а мог бы на самолете да а мог бы на самолете все сам так захотел все костя давай хорошей дороги подписывайтесь на канал константина пишите комментарии ставьте лайки бородатой германии и константину добрый дядька в германии а добрый действительно пообщались сегодня заметили не просто так канал назвал не просто ясно все ладно давай все до скорых встреч